Всем привет! Пришлось мне отлучиться на пару дней в одну из южных стран на Средизноморском обережье. Но с погодой не повезло. Сплошные дожди, и вот я попытался сегодня выйти погулять, снять ничего было невозможно, просто проливной дождь. Поэтому я записываю видео в помещении. Я живу в достаточно интересном месте, достаточно дорогом. На пару дней я могу себе позволить. И я решил по горячим следам пройтись по новостям, американским новостям, потому что сейчас это у всех на слуху. Вот. Ну, вы помните, вот буквально вчера, позавчера, там были волнения в Вашингтоне, в частности, в Капитолии, в Сенате, произошли некоторые безобразия. Но вы предыдущий ролик можете посмотреть, и я там немножко что рассказал. А сегодня я хочу пройтись по новостям, которые последовали за этими событиями. И начнем с такой новости, что в ходе уборки помещения Капитолия, после освобождения его от протестующих, на месте преступления было обнаружено удостоверение офицера ГРУ. Это сообщает СНН. Уборщица из Огайо, ну, там уборщица была из Огайо, она сама, ну, приехала, там работала в Вашингтоне, в Сенате, Людмила Павленко, обнаружившая подозрительную книжку, отметила, что ее сразу смутили незнакомые буквы. Ну, она, Павленко, как вы понимаете, она с Украины, видимо, ее смутили незнакомые буквы, это удостоверение. А та же фотография человека и печати с двухглавым орлом. Из-за чего она решила передать находку Службе безопасности Конгресса. Специалисты выяснили, что удостоверение принадлежит офицеру ГРУ. Имя владельца не раскрывается, а Служба безопасности уже передала всю информацию ЦРУ. В штабе избранного президента Джо Байдена уже прокоммертировали эту информацию, пригрозив ввести новые санкции против России, если участие представителей российских спецслужб в беспорядках подтвердится. Служба безопасности. Служба безопасности. Далее. Дональд Трамп, он еще президент, как вы понимаете, объявил о проведении церемонии награждения участников прошедшего штурма Капитолия. Мероприятие должно состояться на следующей неделе в Белом доме, где президент выручит различные государственные награды своим сторонникам. Вы показали себя истинными патриотами и настоящими защитниками свободы и демократии. Ваша попытка отстать правду не будет забыта. Каждый американец гордится вами, вся наша нация гордится. Для меня большая честь быть президентом таких стойких и храбрых людей. Благодаря вам Америка снова станет великой страной. Вы олицетворяете будущее этой страны, заявил Трамп. Всем участникам штурма будут вручены высшие государственные награды США. Президентская медаль свободы, медаль почета, серебряная звезда и медаль пурпурное сердце, а также медаль Героя России. Следующая новость. Международный исторический суд в Калининграде удовлетворил иск России к США о возвращении Аляски. Подобное обращение ранее рассматривалось Стаггольмским арбитражным судом при президенте СССР Михаиле Горбачеве еще в 1989 году. Однако подобные дела срока давности не имеют, а очередь для его рассмотрения дошла только сейчас. Суть претензии СССР к США заключается в том, что при заключении акта купли-продажи Аляски между Российской империей и США в 1867 году не были соблюдены некоторые формальности. А решающим фактом стало то, что американцы до сих пор не выплатили всю сумму сделки. Основываясь на этом, Стокгольмский арбитражный суд, а я живу в Стокгольме, как вы знаете, объявил сделку не имеющей юридической силы и постановил, что в срок до 4 июля 2021 года США должны вернуть территорию Аляски и прилегающих островов под юридикцию Российской империи. Российской империи. А при ее отсутствии Российской империи правоприемнику, то есть под управлением СССР. А при его отсутствии правоприемнику, то есть Российской Федерации. Знаете, как все хитро заворочено? Слушайте внимательно дальше. В случае отказа возвращать Аляску или в случае затягивания процесса США обязаны уплатить пене, ну штраф имеется в виду, в виде 0,1% от суммы сделки по современному курсу с учетом инфляции за каждый день просрочки. В свою очередь, Стокгольмский арбитражный суд обязал РФ вернуть США ранее полученный авансовый платеж с учетом инфляции по современному курсу, а также подготовить и провести по законам РФ на территории Аляски и прилегающих островов референдум о вхождении в состав РФ. Причем по законам РФ. Чувствуете, да? В случае, если житель Аляски высказаться против вхождения в РФ, да? Имеется в виду. Но согласно закрепленному в уставе ООН праве нации на самоопределение представить Аляске независимость и взять на себя все расходы по организации самоуправления в доме государства. Следующая новость из Америки. Верховный суд США приговорил 25 сторонников Трампа, участвовавших в захвате Капитолия, а их, как вы знаете, сейчас арестован около 60 человек, но 25 сторонников приговорили к принудительному участию в испытаниях вакцины от коронавируса производства фирмы Pfizer. Обвинение требовало для них 60 лет в тюремном заключении, между прочим. Впервые в истории суд сослался на Европейскую конвенцию о правах заключенных от 1939 года. Разрешающую вот эту вот конвенцию разрешает использовать чуждых, неблагонадежных и других сомнительных членов общества для медицинских экспериментов. Участники испытаний должны будут приобрести вакцину за свой счет по цене 3000 долларов за штуку. Ну, за дозу, если бы. Комментируя свое решение, судья А. Рон Менгельсон заявил, что Америка превыше всего. А труд на благо американской медицины освобождает даже от таких страшных преступлений, как поджог конгресса. нам предложено выбрать отправиться или в Гуантанамо на рытье туннеля, или принять участие в испытаниях вакцины. Я выбрал Гуантанамо, но суд отклонил наше ходатайство и решил по-своему. Теперь, если европейский суд по правам человека оставит приговор в силе, нам введут инъекцию коронавирусной вакцины в Файзер. Рано или поздно Байден ответит за это в Ньюрнберге, заявил один из осужденных Джеймс Петров с двумя их на конце. Джеймс Петров. Ну, на этом мы сегодня заканчиваем наши короткие политические новости из Америки. Мне пора спать, может завтра дождь прекратится, выйдет солнышко и я отправлюсь на море и, возможно, запишу вам новый ролик с берега Средиземного этого моря. Всем пока!